Вернемся, мы отвлеклись немного на имперские вопросы, вернемся к тематике Украины и Донбасса, ждать ли там конфликта, у нас Саша Сладков, дорогой и любимый, должен быть на связи. Сань, приветствую тебя, извини, что если пришлось тебе чуть-чуть подождать, просто я разговор с Андреем начал немножко позже, потому что были новости, там и Диего Марадона, и ФРГ там сказала чего-то. Вот пришлось уделить внимание этим новостям. Саш, ты за последние годы, наверное, я не знаю, я там преувеличу, не преувеличу, но половину своего корреспондентского времени провел в Донбассе, вот мы в моем родном Донбассе, мы с Андреем сейчас обсуждали, и видишь, резюме наше было, что вероятность того, что Украину все-таки бросят, да, на эту амбразуру с многими целями, вероятность этого достаточно высока. Тем более в связке возвращения на американский престол известной группировки, да, которую связывают формально с демократической партией, на самом деле она гораздо глубже. Вот как ты оцениваешь, во-первых, саму эту вероятность, а во-вторых, ну, если это произойдет, да, то насколько сейчас, через 6 лет, ну, Донбасс готов к тому, что происходит? Позицию России мы отдельно обсудим по этому поводу, сначала о людях ДНР и ЛНР. Донбасс на сколько готов? Донбасс готов умереть. Пускай простят мои братья донбасские, но в данной ситуации без помощи России другой, другой судьбы трудно, ну, не уготовано. Если Россия не вступится за русских и украинцев в Донбассе, то они погибнут. Территория будет разорена, и ни о какой милости со стороны тех людей, которые придут от Украины, и вместе с ними, которые придут на территорию Донбасса, как говорил Захарченко, покойный Александр Владимирович, столбов не хватит, чтобы вешать. Поэтому, я еще раз говорю, ну, произношу свою точку зрения, она не провокационная, она как была, так и есть. Россия не придет, там будет море крови, причем кровь это будет местных жителей. Ну, я не считаю, что твоя точка зрения провокационная, вот, или какая-то другая, да? Вот, только я при этом не рассматриваю варианта, что Россия не придет. Ну, такого варианта просто не существует, Саша. Дин, хорошо. Тогда мы вставим в наши сентенции, похожие, слово «когда придет». Когда? Сколько будет отпущено для того, чтобы пролилась сакраментальная или там сакральная кровь? Кровь, прошу извинить за смену понятий. Сколько отведется времени? Час, два, три? Ведь достаточно... Саш, ты сколько шел через тоннель в Южную Осетию? На БТРе? Да я часов шесть, наверное, ехал. Но суть-то не в этом. За шесть часов новая украинская армия, великолепная армия, подготовленная, вооруженная, экипированная, мотивированная, укрепленная, так сказать, идеологами-националистами и подкрепленная иностранцами, она очень быстро прольет много крови. Я не скажу, что она куда-то дойдет или прорвет оборону, она очень быстро прольет много крови. Сколько тонн крови Донбасс должен пролить, чтобы его защитили? Ну ты мне можешь сказать, Саш, да ладно, ну что ты, ну вот как только пойду, подожди, а сколько человек, сколько детей уже убито? Сколько молодых людей лежат в могилах? Сколько домов разрушено? Экономика втоптана, честь втоптана людей, которые пошли на баррикады для того, чтобы защитить идею. А сейчас, оказывается, правы те, кто, ну, стал чуть хитрее, проявил хитрость и уехал, а теперь приехал. И те, кто приехал в Донбасс, они вот так подбочинясь смотрят на вот этих вот бедных защитников идеи свободы. А это свобода, это не русский мир, не украинский, не русский язык. Это свобода человека, который там живет. Они отстаивают свою свободу, нет другой идеи. Они свободу верить, свободу говорить, свободу общаться, свободу дружить с кем угодно. Свободу разговаривать на том языке, на котором хотят, свобода на свою историю, право на свою историю. Это всего лишь свобода. Так вот, сколько еще нужно убить детей, чтобы Россия сказала, хватит, ребята, мы уговаривали Украину 7 лет, уже 7 лет скоро будет. И мы готовы принудить к миру. Такая цивилизованная форма миротворчества тоже существует. Ну, это если коротко. Нет, ну а что коротко? Это по сути все, Саш, понимаешь? Ну, действительно, 6 лет, шанс, седьмой год, да, шанс полностью, наверное, ну, как бы не использован, да, потому что ведь уникальные условия предлагались. Ну, возможно сохранить эту пресловутую территориальную целостность? Возможно. При условии очень большой степени автономии этих самых территорий. Да, высокой степени автономии. И автономия будет подлинной. Она не будет декоративной. Реально. Вот, давали это в шанс. Я, кстати, думаю, что и Украина сама не захотела, и хозяева украинские, хозяева этой самой Украины тоже ни в коем случае добро Украине на такой способ сохранения территориальной целостности не дали и не дадут. Дима. Каким образом, да, каким образом, чтобы вообще никто ни один не погиб? Правильный вопрос ты задаешь, конечно, Саша. Конечно, правильный. Вот. Но всегда так хочется, чтобы ни один не погиб. Всегда так хочется. Да они лягут все. Мы их найдем в могилах, присыпанные, как на 12-й заставе. 25 человек. Я до сих пор эти трупы у меня перед глазами. Хотя я человек не сентиментальный. Трупы обгорелые русских солдат. Я имею ввиду русских разных национальностей. Для меня я интернациональный человек. И русские, это для меня интернациональное понятие. И вот эти обгорелые тела, раздетые взрывами до гола, разорванные. Этот Елизаров без головы, которому отрубили голову лопатой. Я имею ввиду мажахеды, которые напали на 12-ю заставу. Все то же самое будет на трех сотнях километрах линии фронта Донбасского. Мы что, это не понимаем? Ведь люди, а я же общаюсь там, я был на передовой недавно. Я не задаю вопрос, уйдете вы или нет. Эти не уйдут. Эти не уйдут. Они лягут просто. Нам их не жалко. Но ведь это же, это генетические сливки общества российского. Нам не жалко этих людей. Они могут приносить такую пользу. Они не все хотят воевать и служить. Они готовы уйти на гражданку. Но они люди принципиальные. И они хотят, чтобы та сторона ответила за базар. Простите, это термин не ради хулиганского такого, более горького словца. Я вам хочу сказать. А вот, Дим, мы с тобой столько обсуждаем Донбасс и ситуацию в Донбассе. А ты мне скажи, Минские соглашения будут выполнены? Донбасс весь перейдет к Луганску и Донецку? Или только одна треть территории, которые сейчас контролируются республиками? Ну, по Минским соглашениям только эти территории. По Минским соглашениям. Я слышал, вот сейчас я, ну, собирал эту информацию. Но никто не знает. Не, понятно, что никто не знает. Но в тех проектах документов, в том числе и принятых Верховной Радой, речь идет об перечне особых районов, как ты помнишь, да? В эти районы входят территории, которые контролируются сейчас республиками. Это удовлетворит людей, которые скоро 10 лет будут, как воюют за то, чтобы вернуться в свой дом? Нет, это не удовлетворит людей, Саш. Понимаешь? Понимаешь? При этом я исхожу из того, что рассматривать это как гипотетическую возможность, наверное, нужно. В том случае, если Украина сделает хотя бы минимальный шаг в направлении того, что эти договоренности могут быть реализованы. Понимаешь? Что за минимальные шаги, Дим, мы ждем от них. Надо всеобъемлющее выполнение. Что за минимальные шаги? Ты не понял. Ты не понял. Всеобъемлющее выполнение необходимо. Но они не сделали пока даже минимального шага. Для того, чтобы обсуждать, как войдут какие территории, что дальше будет, нужно сделать какой-то шаг. Но никакого шага от Украины нет вообще. Понимаешь? Они не только не сделали шаг. Они продолжают не просто нарушать перемирие. Они продолжают убивать. Они продолжают убивать. И сколько нужно еще жертв, чтобы мы задумались. У нас под боком тлеет очень серьезный, большой конфликт, который может перерасти из теплой стадии в горячую. Но и кроме этого, огромное количество людей уже заражены той идеологией, которую предлагает им новая власть на Украине. И когда ты говоришь, будет часть населения, вы с Андреем Андреевичем сейчас обсуждали этот вопрос, ты говорил, что будет часть населения, которая, ну, мягко говоря, да, понимаешь? Но мы сами растим это количество. Ну, да, Саш, я только, понимаешь, я не люблю как шапкозакидательских сценариев, так и караул катастрофических, да? Вот, я тебе могу сказать, я хорошо знал эти территории. Вот, я тебе могу сказать, что это нелояльное население было там всегда. И более жестко тебе скажу... Затем да, но мы не говорим сейчас про центральную Украину. Да, про центральную Украину, оно было там всегда, вот, и ты ведь сам, между прочим, ведь даже на моем родном Донбассе, мне, как человеку Донбасса, тяжело это признавать, но я должен это признать. Потому что Донбасс-то восстал, но он не весь восстал, да? Ты понимаешь, что были те, кто уехали, теперь приехали, ты сам об этом говоришь, да? Да, 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 да. И мы не должны тоже закрывать на все это глаза, не в том смысле, что я оправдываю этих беглецов. Я не хочу с ними в этом смысле быть, ну, одного имени Донбассом, да, так сказать. Я этих беглецов не оправдываю. Но мы должны понимать, что такие есть, да, и там они есть. Но при этом я думаю, Саша, что их пропорция примерно остается неизменной, несмотря на все эти семь лет, да? Она примерно всегда такая и была, вот. Потому что, понимаешь, вот Крым проголосовал 90% за Россию, за 90%, да? Вот. Мне тяжело, наверное, было бы это сказать, но я понимаю, что если бы там в марте, в марте 2014 года так как-то голосовал Донбасс, там бы не было 90%. Мы это с тобой знаем прекрасно. Нет, нет, не было. Мало того, что к 17-му году, я свежих данных не имею, но к 17-му, к 18-му году количество сторонников перехода в Россию возросло. Да, конечно. Ну, до 70%, до 72%. Ну, сейчас можно оспорить и сказать, Сладков, ты что там, что за цифры даешь? Это мои данные. И у меня такие же данные. У меня такие же данные. Вот. Они существуют. Мы, Россия, которая испытывает сегодня некоторые сложности в специалистах, в рабочих руках, в людях интенсивно мыслящих, в лоне бизнеса, в лоне политики, в лоне военной, карьеры, социальной, работяги. Мы этих людей не имеем. Да, их 4 там миллиона, 5 миллионов, но к ним прибавятся еще те золотые украинцы, которые умеют работать. Я не сравниваю со Средней Азией. Каждому свое, как говорил это самое Малыш и Карлсон. Но, тем не менее, понимаете, блин, мне так жалко этих людей. Это золотой фонд. Это золотой фонд. Я вот сейчас был в Перми, в работяжьем краю, который, ну, в краю серьезных людей. Блин, как же они похожи. Как же они похожи, когда ты идешь по городу, здесь завод, тут фабрика, тут. Да, не так уже в Перми, как было раньше, еще 10 лет назад и 20 лет назад. Но, тем не менее, понимаешь, Донбасс, мы, я так хочу, чтобы он был частью уже формально, не так, как ментально мы себя чувствуем исторически. Вот, потому что я себя чувствую там дома. Вот. Но, блин, мне так хочется, чтобы Россия приобрела. И речь не о территориях, я веду разговор о людях. Территория, о территориях говорит украинское вот сейчас знать, который говорит, а вот территория, давайте еще, а мы вот тут отнимем. У них же они воюют, они копают, они ведут окопную войну, то есть продвигаясь вперед постепенно. Они реально это делают, они реально копают, они плевали на переговоры, плевали на перемирие. Я не могу сейчас всего говорить, ну, к счастью, может быть, к сожалению, оно, может быть, и не время, но я знаю и видел, что происходит там. Там, с той стороны военный, роют вперед. У нас этого не происходит. Может быть, происходило бы, но очень значительная часть людей находится под давлением ответственности. Не стрелять, не копать вперед. Вот так вот. Что будем делать? Не знаю, как мне ехать опять в Донбасс. Я произошел в Донбасс, принципиально, потому что есть на Украине и в Донбассе. И я, что людям-то говорить? Они же спрашивают, они же задают вопрос, там же не манекены по улице бродят. Живые люди, с передовой, с заводов, с каких-то ларьков, которые, ну, вынужденно заняли они, потому что работы нет. Вот так, Дим, ну, блин, такая вообще этнос-группа, супер. Да и украинцы тоже. Саш, я там вырос, я там вырос, я там стал взрослым человеком, да, я там прожил до 18 лет. Вот, правда, вот в этом году не съездил из-за этой пандемии, но вот весной точно съезжу обязательно. Вот, потому что это со всеми этими блокировками и проездами, блокпостами, вот, не доехал. Но точно по весне поеду на родину и к людям, которых я люблю и которых я знаю. И мне особенно приятно это слышать, там, например, вот от тебя, который человек, ну, приехавший в Донбасс и познакомился. Да, я подмосковный товарищ. Да, и влюбился, понимаешь, влюбился в этих людей и влюбился в этот край. Поэтому мне это очень приятно, потому что я сам оттуда, и я думаю, что я, ну, хоть как-то, хоть чем-то тоже близок к этому донбасскому характеру. Саня, я думаю, да, да, ты что-то хотел сказать? Я обязан сказать три вещи. Давай. Четыре. Первое. Какие там красивые женщины? И я всегда говорю своей жене, говорю, смотри, заколдует, но она, конечно, у нас другой союз, заключенный на небесах. Там очень дерзкие мужчины, отвечающие за свои слова. Поэтому и держится это перемирие. И там сложная ситуация по медицине. Сложная ситуация. Там сложная ситуация по медицине. В связи с ковидом. Я видел этих врачей, которые точно так же, как и наши, сражаются буквально на этом поле боя. Вот. И я бы хотел, я сейчас не называю ни инстанцией, не называю ни категорией, но строится вторая линия обороны Донбасса. Теперь к этому относятся очень серьезно бетонные укрытия, лес и все остальное. Пожалуйста, не сваливайте все на военных. Порой бывает, что строят командиры, даже за свои деньги некоторые элементы. Пожалуйста, сделайте, если этот процесс идет, сделайте его республиканским внутри. Помогите военным сделать это, ну, помогите, им тяжело сейчас. Они никогда не пожалуются, а я могу об этом сказать. Вот я подчеркиваю, надо помочь военным. Не надо ставить их еще перед одной бедой, в которую превращается обязанность этой стройки. И надо помочь бетоном, гвоздями, масс-сетями, песком, лопатами, деревом, бревнами, людьми, комсомольцами. Я не знаю, там, вот батальон «Восток» организовал бы несколько раз, снимали, когда строили линию обороны дополнительную. Ну, и люди приезжали из Калининграда, из Москвы, из центральных областей, пересекали границу официально и работали там, помогали строить для людей вот вторую линию обороны. Мы снимали это дело. А сейчас этим, ну, обеспокоены уже конкретно, надо помочь. Услышьте мои слова, та инстанция и те инстанции, которые могут это сделать. Я поддерживаю, Саш, твою точку зрения и твой призыв поддерживаю. Тем более, понимаешь, вот люди, которые умеют строить и запускать шахты, да, вот эти люди прекрасно могут строить и оборонительное укрепление, да, и все возможности для этого есть. Надо только правильным образом это все организовать и поддержать. Вот. И, кстати, если столкновение это произойдет, а поскольку оно высока вероятность, что оно произойдет... Очень высока. Очень высока. Да. То эти укрепления, о которых ты говоришь, спасут очень-очень много жизней. Хотя и каждая жизнь человека на Донбасской передовой или стоящего за ним гражданского... А все гражданских людей, детей, женщин, инфраструктуру. Да. Цена выше всякой меры. Саш, спасибо большое. Как всегда, очень честный, эмоциональный разговор с, я считаю, одним из лучших наших специальных военных корреспондентов. Моим хорошим товарищем Александром Сладковым был.